В Доме музея Шевелевых открылась выставка, посвященная голландскому картографу и следователю Николасу Витцину. На открытии выставки присутствовали представители посольства Королевства Нидерландов. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Концепция кабинета редкостей была популярна в Европе 16-17 веков. Люди собирали для себя экспонаты из разных стран и хранили их в своих домах. Кто-то для красоты, а кто-то, например, как Николас Витцин, использовали их с пользой. Различные предметы стали попадать в Европу, и люди стали коллекционировать их и устраивать себе в домах подобные кабинеты редкости, где совершенно экректично были выстроены и предметы нумизматики, палеонтологии, минералогии, предметы культа. И у Витцина был тоже кабинет редкостей, но он его делал, исходя с точки зрения того, он выбирал именно предметы, не которые будут более красиво смотреться у него в кабинете, которые могут похвастаться, а именно те, которые ему пригодятся в его исследованиях. Сотрудники музея признаются, что реконструкцию кабинета Николаса Витцина сделать бы не удалось. Но они взяли эту идею за основу и попытались передать ту атмосферу исследований. Николас Витцин написал книгу «Северная и Восточная Тартария», в которую вошёл план Пустозерска 16 века. Это был первый русский город за полярным кругом, в который заходили голландские корабли. Мы очень рады, что здесь живёт и работает вот такой великолепный музей, который работает над памятью Витцина и других голландских первопроходцев, которые здесь плавали и здесь встречались с населением. И я надеюсь, что это вам очень будет интересно. На выставке можно будет не только увидеть кабинет редкостей, но и услышать аудиофрагмент описания Пустозерска. Несколько блоков, где можно узнать о торговле между Голландией и Пустозерском, а также узнать о путешествии Николаса Витцина в Москву. Выставка будет открыта до 1 ноября. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин